здравствуйте друзья меня зовут михаил наводчик в этом уроке мы научимся склеивать разные файлы в одно видео и причем мы будем вставлять картинки гиф анимацию и аудио файл у нас будет присутствовать материалах к этому видео лежат вот этих файлов здесь у нас лежит файл в mp4 файлмов то есть это видим разные форматы они склеятся в один формат и они разного размера первый файл это у нас салют формате mp4 дальше идет у нас салют но уже другого плана и формате мов к формате quicktime дальше идет у нас просто гиф анимация дальше идет музыкальный файл картинка в jpeg и видео с парижем и чтобы это реализовать я буду использовать программу adobe media encoder раньше мы уже рассматривали как ею пользоваться я поставлю ссылку на эту программу где ее можно скачать бесплатном варианте и как ею пользоваться вот я ее запускаю она такая простенькая программа здесь видим всего лишь 45 окон в окне слева это у нас как бы проводник файлов здесь мы можем выбрать эту папку которую я показывал ранее и чтоб склеить вот эти вот файлы выбираем меню файл команду добавить исходный файл control ай если у вас английская версия то вот вы видите команду справа на экране как она выглядит в английской версии щелкаем здесь здесь ищем папку где у нас лежат материалы вот эта папка которую я изначально показывал выделяем эти файлы и обязательно ставьте вот эту галочку сшить клипы вместе это позволит запустить склейку этих файлов последовательность как они стоят это не влияет далее мы можем поменять их положение файлов выделяем эти файлы и далее жмем открыть тут же у нас назначается кодек либо формат который мы будем кодировать здесь у вас возможно выберется что-то другое давайте мы сошьем файлы для ютюба для этого вот здесь вот списочки слева разворачиваемся выбираем обязательно аж 264 это то что сейчас рекомендуют youtube дальше правее вот здесь вот выбираем списке снизу идут заготовки для ютюба youtube вообще сейчас рекомендуют вот этот формат 1080 full hd давайте немножко сделаем его меньше так как у нас видео небольшого размера youtube 720 hd дальше правее видим то что мы получим в итоге мы получим файл с расширением mpeg 4 и видим как у нас будет называться и где у нас будет сохранен в моем случае это на диске е если вы хотите поменять расположение либо название щелкайте вот здесь вот на название левой клавишей открывается окно куда он будет сохраняться здесь либо меняете название если вам нужно другое либо меняете папку куда это будет сохранено далее если вы хотите поменять последовательность проигрывания видео файлов то вот здесь вот видим отображение источник количестве 6 если здесь щелкнуть то открывается список сам как они будут шиваться в какой последовательности здесь вы можете поменять их местами если вам это нужно давайте поставим например музыкальный файл в конец а гиф анимацию давайте поставим на предпоследнее место вот сюда и все-таки давайте картинку jpeg картинку поставим на последнее место также стоит сказать что видео на самом деле разного размера но она будет подогнано под размер который мы задали то есть у нас будет 720 пикселей по высоте и и далее жмем на зеленую кнопку сверху запустить очередь вожмем enter на клавиатуре происходит сшивание видим зеленую галочку то есть процесс произошел успешно дальше давайте перейдем в папку куда у нас эти файлы брались видим появился вот новый файл она 3 минуты я его запускаю видим проигрывается первый салют потом у нас идет вот здесь 2 то есть как мы и ставили дальше появляется париж и дальше идет гиф анимация вот так она выглядит дальше у нас идет музыка и дальше мы ставили картинку вот она у нас и появилась это мы рассмотрели один из методов как можно склеить ваше видео конечно есть другие программы другие способы как это можно делать здесь мы не использовали редактирование видео не резали не добавляли каких-то эффектов это такой простенький способ больше для изучения как можно это делать используя программа адопт медиа энкодер дальше мы продолжим работать с этой программы применительно уже к видео монтажу то есть программе адопт премьер про где мы завершим цикл уроков связанных с оптимизации программы с таким понятием как прокси этот урок вы видите справа на экране если будут вопросы по текущему материалу задавайте спасибо за внимание жду вас в следующем уроке где мы продолжим изучать как можно монтировать видео